Итак, ну, наверное, все понимают, да, то, что случилось, по закону нам называть нельзя. Для всей команды Топлис это трагедия. Мы просто ваху. Вот честно будем говорить. А сейчас я хочу рассказать то, что в основном моя аудитория понимает, но закрепить лишним информацию, во-первых, лишним не будет, и, во-вторых, есть, скорее всего, очень большая часть еще сомневающихся или заблудившихся в трехсоснах людей, которые также подписаны на нас и смотрят. Я уверен, такие есть. Итак, сейчас идет массовое одурачивание. И что самое страшное, люди готовы быть одураченными. Сильнейшая пропаганда со всех сторон, и вот, пожалуйста, три простых шага. Я хочу, чтобы вы запомнили, как не оказаться в дураках. Первый. Соберите информацию с официальных российских источников. Второй. Соберите информацию не с официальных источников. В независимых СМИ, да, сейчас все меньше и меньше, но они все-таки еще есть. И третье. Посмотрите, о чем говорят главные газеты мира. От Сингапура и Канады до Венесуэлы. У них есть собственные сайты. Там, кстати, тоже, да, бывает пропаганда. Но у них нет никакого смысла вас одурачивать. Они вообще не работают на российскую аудиторию. И поэтому вряд ли весь мир сговорился для того, чтобы транслировать одну информацию, которая хочет одурачить русских. Нет, такого не может быть. Это абсолютная брехня. Прислушайтесь к тому, о чем говорят планеты. И только тогда строите собственную картину мира. Вот пример. Хочу напомнить. Как все мировые СМИ просто кричали о вторжении. Все писали об этом. Вся планета. Что делали местные СМИ? Просто смеялись над этим. Что в итоге мы получили? Получили. Имея ложную картину мира, у человека есть опасность проголосовать в будущем когда-то за решения отъявленных злодеев, которые прикрываются какими-то добрыми помыслами, оправдывая свои недобросовестные решения. Голосуя за эти решения, крича «да, да» и радуясь происходящему, вы стреляете себе в ногу. Не оставляйте, пожалуйста, своих близких наедине с сомнительными источниками информации. Правда, это очень важно. Объясните, пожалуйста, своим родителям, что все не в порядке. Даже если они кичатся тем, что они уже это пережили, это уже все им знакомо, это все пройдет и так далее, это не повод делать вид, что все в порядке. Делать вид, что все в порядке сейчас это преступление для нашего будущего. То, как поступили с нами Запад, вообще отдельный разговор. Полная отмена русским. Не только платежных систем и экзамена английского. Полная отмена вообще. Это как? Это вообще противоречит всем европейским ценностям. И это только наоборот больше подогревает ненависти. Люди, которые и так ненавидели Запада, еще больше его будут ненавидеть. Это, конечно же, играет на руку. Пропаганде. Здесь. Теперь я не буду говорить, какие же мы несчастные. Нас прям задавили. Надо им ответить. Именно они вызывают чувство ненависти, злости, чувство мести. Это не ваши мысли. Они вам навязаны. Это не ваше мнение. Злость, месть, ненависть, она ни к чему не приведет. Она приведет только к плохим решениям. Она приведет к поддержке плохих решений. Какая аппетита. Это не ваше местное задавание. Какое место? Продолжение следует...